Всем привет! Немножко сегодня расскажу о том, как делается фотосъемка объектов находок для видеороликов. С нового копа у меня куча-куча разных находок. Я ставлю осветители два вот таких вот и с помощью желательно зеркального аппарата у меня canon 650 провожу вот такую небольшую съемку. То есть я вам сейчас покажу так как я кадрирую и потом уже делаю надпись и получается уже более менее приемлемые видеоролики находки. Находки бывают разные. Это вот по войне, старине, то есть очень много сопутки разной. То есть это я все уже буду в видеоролике рассказывать. Но как письма из прошлого, как говорит всегда у меня Гельмут, вот такие вот надписи. Видите здесь есть ГОСТ. ГОСТ 920 1976 года. Тоже такая же подарок из прошлого. Это вот фестиваль. Здесь есть то, что это Москва, 1985 год, значок Всероссийского 12 фестиваля молодежи. Но бывают вот такие вот загадки природы, скажем так, машинерия. Видно, что это после войны, вероятнее всего, после каких-то боевых. То есть деталь вкручивалась куда-то и была как переходником в резине. Здесь вот что-то такое есть. Видно, что закрутка. Вот иногда хочется это как бы показать в видеоролике. Очень много сопутки связанной с пробками. Иногда я их оставляю только для того, что очень есть, ну как сказать, чтобы понимать, откуда была, поставлялась водка, какие заводы. Тоже есть свой интерес. Некоторые люди, ну вот я, насколько знаю, был очень дизайнер хороший, который именно занимался оформлением. Также вот хорошее письмо из прошлого это Бломба. Товарищество Караваева и развесной чай. Вот такая вот Бломбочка. Тоже свой интерес и своя информация из прошлого. Кстати, вот тоже лихт патрон вермахтовый. Что здесь самое интересное? Здесь есть... Сейчас его по... Вот он. Клеймо. И что очень редко можно встретить, это надпись на самом лифт патроне. То есть это ФЭБ, ДИС. В общем, тут он обрезанный, по идее. Но я имею в виду, что могло быть уже более и более такое полноценное. Но тоже я говорю, что подарок из прошлого. Да, еще о сопутке могу сказать. Сопутка. Это вот очень часто это лекарство для коров делалось. Пенициллин, вероятнее всего. Кололся он на ферме, а пузырьки потом выкидывали в навоз, а навозом удобряли. Вот недавно мне встретилась вот такая вот... Сейчас я покажу. рассыпь. Рассыпь жестяных кружочков. Сначала была как бы радость, что что-то, что-то, что-то кругленькое вроде монеток, но нет. Есть еще вот такая загадка. Сейчас буду смотреть в интернете. Их оказалось на этом поле очень много. Пули от нарезного оружия, потому что вот есть прохождение ствола, только они не закручены. Пули большие, тяжелые, свинцовые, с омеднением. Очень понравилось несколько пуговиц. Пуговицы-гирьки сломанные показывать не буду. Вот такого плана. То есть есть медная, с рисуночком. Вот таким вот. Не знаю, видно вам, нет? Палец все время влезает. Вот он, да, вот он рисунок. Витые кольца. Это просто литье. Такая, то ли она свинцовая. В общем, непонятный пока металл. Да, что интересно, тоже не обращаешь иногда внимание. Вот такая вот медная пластинка получилась. Найдена была. Это от вермахтового либо под сигара, либо зажигалки. Точно сказать не могу, потому что кусочек небольшой, маленький. Но вот именно такие полосочки, они как раз свидетельствуют о том, что клейма здесь нет никакого. Что-то у меня больше подозрение, что это был портсигар. Потому что как-то он такой незаконченный, большой. И вот это такая медь. Вот еще патина видна. И также кусочек вот небольшой. Вероятнее всего он от зажигалки. Видите, тоже есть рисуночек такой волнообразный с обрамлением рамочки. Вот такие интересные находки. Но самое, как говорится, увлекательное это стал вот этот вот ключик. От чего-то сундучка. Ключик медный, в хорошей патине. Лежал он в хорошей почве. Песочек. Беленький такой песочек. Вот я его, кстати, ключик отмыл. Такая вот, как бы интересно. Даже вот рисунок на нем такой. Ограничитель, чтобы он далеко глубоко не вошел в замок, наверное. Ну не знаю. Ручная работа. Это не штамповка. Потому что все сделано очень аккуратно. Но именно с такими маленькими огрехами. Вот такой вам интересный материал. Да, кстати, как всегда говорю, что очень много на полях различной конской упряжи, украшений, как говорится, называется конина. Вот она медная. Вот это вот. Это вставлялось ремешок. И здесь вот кольца разные. Тоже они медные, обмедненные. Именно в них вставлялись конские ремешки от упряжи. Ну вот такая вот. А, еще чуть не забыл. Вот в этом копе была найдена пуговка. Вот такая вот царская с короной. Я еще буду выяснять, каким особо мы ее прилагали. И что интересно, нету автора. То есть бывает там Санкт-Петербург или Бух, или кто-то еще. Но видно из более дешевых. То есть смысл того, что мастер был неизвестен. Ну вот, продолжение будет. Сейчас я еще как раз, наверное, постараюсь что-то рассказать. Санкт-Петербург Санкт-Петербург Санкт-Петербург